Ямы образуются практически на всех дорогах, даже на пешеходных тропинках. Ремонт дорожного покрытия во дворах многоквартирных домов – это обязанность управляющей компании. Ямы, выбоины, проседания грунта, обвалы септиков – лишь часть классификации возможных повреждений дороги. И каждый вид ремонтируют по своей технологии с учетом климата, времени года и проходимости места. Ну и, конечно, важный фактор – стоимость и своевременность ремонта покрытия. Не стоит ждать какого-то критичного момента, а если это какая-то маленькая ямка, то ее, ну, на дорожном покрытии, то ее, конечно, необходимо в кратчайшие сроки либо бетонной стяжкой, либо жидким асфальтом горячим заделать. Если это на газоне какая-то ямка, то тут тоже необходимо делать подсыпки, а потом уже ждать, будет ли дальнейший провал грунта или не будет. Если в вашем дворе нашлась ямка или выбоина, то лучше сразу оставить заявку в управляющую компанию. Специалисты приедут на вызов, дадут оценку состояния ямы и предложат варианты ремонта. У нас недавно, вот на Тобольской, 27, ну, в начале зимы, конечно, это было, какое-то, видимо, старое овощехранилище вскрылось, проливные дожди вскрылось. И когда мы хотели сначала просто подсыпать, увидели, что там оказывается большое пространство. И, в общем-то, пришлось там и нагонять технику, экскаватор, чтобы это все разрыть, посмотреть, убедиться, сколько там необходимо. И КАМАЗ щебня ушел, чтобы засыпать такую ямку. По современным технологиям ремонт дорожного покрытия возможен в любое время года. На больших магистралях ямы заливают жидким горячим асфальтом. Но целесообразно ли ремонтировать дворовую территорию таким методом? На дворовых территориях, ну, наверное, нас не поймут, если мы начнем машину пригонять и горячим асфальтом ямки заделывать. Но это же, в общем-то, и дорого, и не каждый собственник посчитает нужным это в зимний период делать. Тем более у нас, ну, нужно обследовать дорожное полотно. Из-за одной ямки, там, один квадратный метр, ну, не стоит машину заводить, да, такую технику, чтобы приезжать. То есть это будет накладно для многоквартирного дома. Иногда ямы становятся настоящим источником вдохновения для жителей. В газоне был провал, такой крупненький провал. Мы привезли туда, сначала ПГСом засыпали сверху, чтобы восстановить газон, мы привезли земельки. Лишнюю землю мы не стали убирать на случай, вдруг еще, если пойдет проседание дальше. Мы оставили, значит, кучку, горочку такой земли. Жители благоустроили, это как нора крота. Сверху посадили крота и вокруг насадили, ну, цветочки, не цветочки. Часто после ремонтных работ, связанных с водоснабжением, остаются большие повреждения асфальта. Их должна устранять организация, которая производила работы. Есть, да, поступают сразу многочисленные жалобы от жителей, что вот разрыт-разрыли, а асфальтирование не сделали. Но тут тоже нужно понимание, что это невозможно, в принципе, сделать сразу, потому что нужно дать время, чтобы прошло проседание. Итак, если у вас во дворе яма, а власть бездействует, нужно обратиться в управляющую компанию и проверить, какие сроки были установлены на ремонт асфальта. Несмотря на то, что ремонт покрытия не всегда является ответственностью управляющей компании, жильцы могут обратиться туда за консультацией и помощью.